Преклампсия 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 с прекламсией, оказалось, что это не влияет на исход беременности. Поэтому уровень как раз вот этого, значит, как бы белок перестал быть обязательным диетическим критерием. Фактически акцентирование делают на давлении. И если давление 140 на 90 и больше при измерении 2 раза в течение 4 часов, то тогда могут поставить на заподозрик прекламсии. И другой вариант, если, скажем, давление 150 на 60, это новый критерий, сейчас я скажу вам точно, 160 на 110, значит, одноразовое измерение. И в таких случаях такую женщину тоже могут заподозрить прекламсию, и она требует как бы обследования. Относительно белка, значит, помимо вот этих, значит, критерий, вот этого основного критерия, есть другие критерии. Они могут включать изменения со стороны крови, то есть потом ацетопения, например, изменения со стороны функции печени, повышаются функциональные, вот эти функциональные пробы печени, изменения со стороны почек и других. Вот это фактически мы учитываем, то есть когда есть уже изменения на биохимическом уровне. Поэтому такие женщины, у которых высокое давление рекомендуется проводить биохимический анализ по определению определенных веществ. Так вот, значит, я не буду, значит, как бы детально говорить о том, что и как дальше мы ставим прекламсию. Кстати, еще один важный пункт. У вас почему-то всех пугают отеки, особенно так называемыми внутренними отеками. У меня есть видео на тему внутренних отеков. Я вас очень прошу, вот те, которые боятся внутренних отеков, ну, посмотрите это видео, это величайший абсурд, ставить, пугать женщин внутренним отеком. Отеки на самом деле, они нормальные отеки, это нормальное явление беременности. Они тоже исключены из диагноза прекламсии. Опасность представляет внезапно возникающие отеки, когда вот, скажем, на фоне нормального благополучия вдруг начали, появились вот резко отеки. Вот тогда действительно нужно бить тревогу, искать вот причину вот этих резко появившихся отеков. Но это не внутренние отеки, это вообще, это дема, которая требует вот обследования. Теперь оказывается, что прекламсия с отеками протекает намного легче, чем без отек. Поэтому, когда всем гонят подряд мочегонные средства, чтобы выдвинуть вот эту жидкость, это грубое нарушение. И вот фактически вопрос, которые, в каких случаях необходима госпитализация? Вот в плане как раз прекламсии очень много споров, очень много споров, потому что мы делим прекламсию на легкую, на умеренную и среднюю, и на тяжелую. Значит, мы говорим о легкой, когда давление не поднимается больше 149 на 99, то есть 140-90, то есть не достигает показателей 150 на 100. И когда есть, значит, в таких случаях, вот мы говорим о том, что у женщины может быть легкая прекламсия, нужно ли госпитализировать такую женщину? Считается, что первичные стационарные, то есть как бы направление стационар, ну большинство, большинство стран, все-таки проводят как бы госпитализацию такой женщины. И причем такая женщина, вот она как бы проходит наблюдение, буквально только наблюдение, то есть ей измеряют кровяное давление каждые 4 часа, вернее, 4 раза в день, и проводят вот как бы обследованную биохимические анализы, здесь все показатели нормы, и ее отправляют домой. И, конечно же, пертония при этом контролируется, то есть назначают какие-то гипотензивные средства. Если она находится, она уже принимает какой-то гипотензивный препарат, то, конечно же, оценивает дозу, насколько эта доза достаточна для понижения давления и тому подобное. Теперь дальше. Есть умеренная, значит, умеренная прекламсия, когда мы говорим, что давление от 150 на 100 до 159 на 99. Вот здесь практически что? Женщин таких можно госпитализировать, проверять, конечно же, давление. Возможно, ну, рекомендуется каждые 4-5 часов, значит, проверять давление. Конечно, назначают Е-Лобеталол или Метилдопа или Нефилипин. То есть один из этих препаратов. Никогда не делают комбинации препаратов. Обычно только один гипотензивный препарат. Ну, следят за общим состоянием женщины, за общим состоянием ребенка, проводят, значит, топорузи или КТГ, когда есть возможность. Вот это проводят. Ну, и тяжелая прекламсия, конечно, она требует неотложного нахождения. В стационаре здесь, кажется, сомнений нет. Теперь фактически в каких условиях не требуем вообще госпитализации? При ухудшении состояния. Вот, скажем, если женщина чувствует себя хорошо и так дальше, и вдруг на фоне, значит, нормального самочувства появились симптомы головная, боль, боль под ложечкой, тошнота, рвота, такую женщину нужно деспитализировать, то есть незамедлительно, независимо от того, какой у нее степень, значит, прекламсии. Второй вопрос. Чем можно и ни в коем случае нельзя лечить больную с прекламсией? Ни в коем случае нельзя вводить мочегонные препараты. Это раз. Два. Длительный период времени в старых учебниках, в старых публикациях, женщина вот не успела, она, так сказать, ей поставить прекламсии, даже легкую, и сразу что делали? Вводили внутривенно большой объем магния сульфата. Сейчас магния сульфат практически исключен из акушерства, то есть его очень редко применяют, потому что он не только неэффективен. Вы знаете, вот я вас удивлю, но от магния смерть в результате отека легких из-за чрезмерного уличения введения магния сульфата намного выше уровень, чем от самой прекламсии и экламсии. То есть вы задумайтесь над этими цифрами, потому что сульфат магния действительно приводит к отеку легких. Это раз. Два. Сульфат магния очень сильно нарушает водно-солевой обмен женщин. И это тоже негативно сказывается на ее беременность, на ее самочувствие. Поэтому вот это необходимо учитывать. Поэтому чаще всего для лечения при экламсии и той же экламсии используют именно гипотензивные препараты. Их есть несколько, их есть разные виды, внутривенные и инъекции и так далее. В основном внутривенные или табликированные. В зависимости от вида экламсии. Теперь вот это важно понимать. Все остальные фуфломицины, которыми вот так запичкают женщины, они не нужны. Это же актовегин, там, я не знаю, там, конефрон, еще что-то. Это все лишнее, это все не нужно, и это не должно применяться в обушерстве. Что является поводом для родоразрешения? Вы знаете, что любая при экламсии, фактически она не лечится на самом деле. То есть самое лучшее лечение – это прерывание беременности. Легкие, конечно, степени, никто прерывать не будет от убеременности. Но если состояние ухудшается, если состояние женщины, состояние плода или обоих ухудшается, то, конечно, тогда такой женщине нужно родоразрешать. Вот и все. Вот это и есть повод для родоразрешения. Ну и, конечно же, если появляются другие сложения, например, отслойка плаценты, тогда, конечно же, родоразрешение. Что означает, если при экламсии ставятся врачами, на самочувствие женщины обычно безжалобно на что-либо? Это диагноз неправильный или при экламсии бессимптомный? Действительно, при экламсии может быть бессимптомной, то есть асимптоматическая. Ну, далеко не всех женщин, но, скажем, если смотреть даже критерии постановки диагноза и именно показания для стационара, то если есть головная боль, если есть визуальные изменения, если есть, скажем, заторможенность, то есть нарушение мозгового кровообращения, если есть необязательно суды, просто говорю, что из-за торможенности, если есть рвота, тошнота и рвота, то, конечно, такой женщине нужно направлять в церцинах, но в целом, в целом, при экламсе может протекать совершенно бессимптомно, и женщина может чувствовать себя хорошо. Что в таких случаях рекомендуется? Это проверка биохимических анализов каждые 2-3 недели, ну и плюс обязательно контроль кровяного давления и каждый день, утром, вечером и вести женщину такой вот дневник. Опять же повторю, что анализ мочи на белок это не обязательно проводить, потому что уровень белка не влияет на исход беременности. Здесь важны другие показатели, вот это биохимические показатели. Если есть решение не класса женщины с приклонсией в стационар, то как она должна вестись с врачом, какие анализы, как часто сдавать? Ну вот я уже сказала, каждые 2-3 недели биохимические, это функциональные пробы печени, то есть проверяют АЛТ, АСТ, проверяют кретинин, проверяют наличие, количество тромбоцитов и других. То есть, потому что есть другое осложнение, серьезно называется HELP-синдром, когда есть гемолиз и, значит, то есть распады альтроцитов, серьезное заболевание. Поэтому в таких случаях вот именно биохимические анализы, вот они показывают как раз, могут показать признак ухудшения ситуации. В таких случаях такая женщина должна быть на правильный стационар для выяснения ситуации. Ну и плюс, конечно, состояние ребенка. Если женщина жалуется на уменьшение шевеления, например, плода, если появились какие-то кровленистые выделения, излагают, что, конечно, такая женщина должна быть на правильность стационар. Сколько времени обычно проходит от начала преклампсии до момента, когда нужно срочно разрешать? Но это все индивидуально. Никто не знает, сколько времени. Большинство женщин с легкой преклампсии донашивают беременность до срока. То есть не надо разрешать. Хотя вы найдете некоторые рекомендации, что таких женщин нужно разрешать 37 недель. Но еще раз говорю, если состояние стабильное, женщин все-таки никто не торопит срок до разрешения. Но если состояние ухудшается у матери или ребенка, или появляются другие сложные беременности, то, конечно же, здесь никто не ждет. И вот этот период, он неизвестный. Он неизвестный. Это все индивидуально. Прием гипотезивного препарата не предустощает эколопсию, но не лечит, но уменьшает возможность кровоизлияния и других осложнений. Значит ли это, что женщина может протянуть дополнительно недельку-другую до рода? Ну, как я сказала, действительно может. Почему нет? Если давление контролируется, если давление не повышается, если состояние женщины нормальное, то можно ждать до рода в одну недельку, сколько положено, то есть никуда не спешить. Если гипотезивный препарат хорошо держит давление в пределах 140-90, то значит ли это, что, скорее всего, при консении придет до срочного рода? Нет, не значит. Потому что осложнение может наступить даже на фоне такого давления, то есть это непредсказуемо на самом деле. Преклампсия – это то заболевание, где многое непредсказуемое, то есть мы не можем... Поэтому боятся этого состояния многие врачи и женщины, потому что исход может быть неожиданным и сказать, сегодня женщина чувствует себя хорошо, завтра у нее поднималось сильное давление или вдруг появились другие проблемы со здоровьем, ее пришлось родоразрешить. То есть здесь, значит, мы не можем сказать, чему может привести такое... Может быть, до конца все нормально. Правда ли, что если верхнее давление не больше 30 пунктов от небеременного давления, а нижнее до 15, плюс 15 особых поводов для волнения нет? Нет, неправда, потому что при беременности, до беременности – это одно состояние, беременность – это совершенно другое состояние. Дело в том, что как раз преклонсия возникает на фоне гипертонии беременных очень часто у тех женщин, у которых до беременности давление было в норде. То есть на самом деле это непредсказуемо. Но самое интересное, что вот тоже, опять же, оценка, что мы делаем из бей женщины, которая есть в преклонсии, когда мы ее ложим в социал, когда нет. Мы учитываем вот эту историю, историю, значит, болезни женщины. Если у нее до беременности было высокое давление, то есть она страдала гипертонией, если у нее ожирение, если у нее сахарный диабет, для других, которые могут усложнять протекание как раз беременности и повышать кровяное давление и сопровождаться преклонсии, то, конечно, такая женщина в группе высокого риска, она требует больше внимания и лучшее наблюдение, то есть более детальное наблюдение. Поэтому очень важно в оценке преклонсии, как вести женщину, это учитывать, к какой группе риска она относится, к высокой группе риска или низкой группе риска. Так что вот это в нескольких словах про преклонсии, тема очень объемная. И последний вопрос, потому что вот тут вопрос о стрепотоколке и так далее, что все это описано, значит, для нашей Кеман, все это описано и в книге, и в книге очень детально написано, вот эта книга, еще раз показываю, вот эта книга, сделайте себе подарок на 8 марта. Написано и в книге, и в нагрегаторе, по кушарству, ну очень много материала, там еще по рубриках все, так вот подрубриках размещено, то есть не нужно даже искать в боглаге. Вот, пожалуйста, зайдите, почитайте. И вот последний практически. Продолжение следует...